всем привет дорогие друзья с вами я александр михаленко и сегодня мы с вами летим в москву честно говоря я только приехал из симферополя в аэропорт я очень хочу спать и спал всего лишь два часа потому что до утра монтировал видеоролик успел загрузить его на youtube поэтому ждите на ютубе будет ролики выходить я буду уже в москве гулять сейчас мы пройдемся по аэропорту покажу вам что здесь находится в елочку уже поставили как все украшено и друзья полетим на кейском особо доставлять и спать на нас и девочка в симферопольском аэропорту смотрите но на высокая прям очень но украшения такие себе могли конечно и получше сделать кая здесь находится зеленая стена дешевые растения напрям практически до самого потока идет но красиво друзьям чувствуется природа даже в симферопольском аэропорту так просто смотрите похоже на папа родитель вот марта есть по браке смотрите вот так красиво скажи просто каком еще аэропорту есть такая шикарная стена какая красота мне кажется что нигде больше нету потому что в москве я такого не видел чтобы живые растения были масштабы поражают такой огромный аэропорт и довольно-таки стильно выполнен смотрите кстати в симферополе уже на улице снежок отсюда его можно было на видеть на крышах где вы видите снег на улице конечно холодина я не знаю как я в москве там буду передвигаться потому что если я здесь замерз у нас минус 2 сегодня чтобы со мной в москве блин вон там я получал кстати сегодня свой билетик я его уже получил там текстовичка вылет у меня в 1335 плечу аэропорт домодедово конечно для качества телефона здесь посмотрите как хорошо снимать телефон в том что я когда-то снимал на gopro качество было ужасно не хватало освещения вот для айфона прям тут супер освещение все очень отлично видно за все встречаемся с вами уже в москве в новогодний нет Пролетают новые ступеньки. Твой дом. Твой родочек. Что значит тихо? Что значит тихо? Все, все, все. Все, все, все. Все, все, все. Открой, открой. Смотри. А мы так поставим колокольчик. Походим, походим, походим. Все, все, все. Все, все, все. Даже кошка уже замякала. Перед взлетом. А тут все без пород молчало. Все, ура. Добро пожаловать в Международный аэропорт Домодедово имени выдающегося русского ученого. Все, друзья, долетели. Сегодня мы приехали из Крыма, чтобы посмотреть, как украшена новогодняя машина. Москва. Собственно говоря, сейчас мы находимся на Красной площади. Вот она, елочка, которая здесь расположена. Но, насколько я понимаю, это не главная елка Москвы. Главная елка находится в Кремле. Расскажи, где находится главная елка страны? Друзья, всем привет. С вами Олег Вичтомов. Сегодня мы находимся с Сашей на Красной площади. Самая главная елка страны, оказывается, находится на Соборной площади, в стенах Кремля. Нам надо с экскурсией попасть туда вовнутрь, потому что, я думал, вот эта елка является основной. Оказывается, себе президент поставил отдельную елку в Кремле и мы пойдем обязательно ее посмотрим. Хотя говорят, экскурсии только для... На ВИП-персон? ВИП-персон, да. Я в Москве. Я в Москве. Друзья, постараемся, как в Крыму, у вас развеселить. Перелезем через забор, посмотрим обязательно на эту елку. И нас закроет. Это вот последний у нас будет выпуск. Так, ладно, да, елочка покажу. Вот такая, друзья, елочка украшена она вот так. Скорее всего, опять снова с какими-то изображениями с какого-то мультфильма, но я не смотрю о такой мультфильм. Вот такая шикарная елочка. Вот он находится в ГУМ. Сейчас мы пройдем в ГУМ, попробуем, наверное, это мороженое легендарная ГУМовская. Ну и посмотрим, внутри там должен быть фестиваль этих елок, он каждый год там проходится. Посмотрим, они установили новые елки, либо прошлогодние стоят. Ты же был в прошлом году? Знаю. В прошлом году я был, но в этом году намного лучше елки. Я уже, кстати, там чуть-чуть снимал свой ролик. Но не знаю, друзья, разыграем. У тебя есть канал какой-то, да? Расскажи. У меня есть свой канал, друзья, открыл Олег Вичтомов на YouTube. Если хотите подписаться... В правом верхнем углу появилась ссылочка. Вот здесь где-то. Залетайте, подписывайтесь на мой канал. Да, подписывайтесь на мой канал. Все новости про Москву будете в курсе. И значит, это происходит. Так, а ты Крым будешь снимать? Крым? Навряд ли. Я буду в Крыму работать. Бросишь работу, будешь снимать в Крыму? Нет. Топ-блогер в Крыму это Александр Михаленко, а топ-блогер в Москве это Олег Вичтомов. Ладно, валим в ГУМ. Расскажи нам про ситуацию с коронавирусом в Москве. Он есть, но я его не вижу. Говорят, что нужно обязательно везде носить на маске, правда это? Ну, только я вот в метро одеваю и при входе в торговый центр, а потом обратно сниму. На улице можно без масок, да? Перчатки обязательно или нет? Потому что меня запугали, одевай перчатки везде. Нет, не обязательно. Ну давай, заходи в ГУМ и посмотрим, что с тобой сделает. Ничего не сделает. Он без перчаток. Поверьте его. Так, друзья, их видим. Прошел успешно. Все. Мы попали в ГУМ. Сейчас я буду шопиться. Где здесь самые дорогие магазины? Ну что, купишь себе Rolex и Gucci? Да, сейчас пойдем за Rolex. Сами. Потом, друзья, покажу вам, какие часы я себе куплю здесь, в ГУМе. Санек, там вся монетизация за все три года у тебя просто сейчас уйдет на один ролик. Ничего. Так, мы идем в центр, где установлена елка. В ГУМе тоже, друзья, стоит елка. Это точно такая же копия елки, которая стоит на улице, если вы не знали. Здесь такие же украшения и то, что также расположены. Как видим, здесь люди делают. Делают фоточки. Встречают, в общем, радуются новому году. Вот так все украшено. Там можно купить новогодние игрушечки. И вот такая здесь елка. Представлены разные российские фабрики. Там, типа, стулы из Подмосковья, из самой Москвы. Ну, здесь, друзья, ценники на каждую игрушку. Допустим, вот такой шарик будет стоить 1100 рублей. 1100 рублей, у меня елка дешевле стоит. И это не самая еще дорогая игрушка. А вот этот большой, сколько стоит? 1900. 1900 рублей. Если пройти туда чуть прямо, там 5-7 тысяч за игрушку. Давай разобьем нечаянно одну игрушку. Что она будет? Ничего, придется отдавать твой айфон. Ха-ха-ха. Так. Детесь еще будет такие. Я тебе покажу. Вот я бы еще гунчика взялся. Он стоит 600 рублей. Друзья, это все гунчика. Он маленький вообще. Вот здесь. Это грабеж. Вот это вот? Да. Здесь они. Так, ребятки, разойдитесь и видеоболк снимаю. Нет, тут аренечка. Вот такие игрушечки. И почем они? 6300, друзья. Вот такой бычок стоит. Текстильные цинички, да? Сколько такой щелкунчик, интересно? По отдельности нет? По отдельности, что? По отдельности, что? А он в комплекте. А сколько такой комплект стоит? 32150. 32150. Ну что, разыграй? Счастливого Рождества. Друзья, если хотите, мы купим этот... На канале Олега. Он будет спонсором и будет разыгрывать. Ладно, я покупаю за 39... 150 и разыграем за 35. Отправляю. Я пока сейчас столько не зарабатываю. 32 за набор игрушек. Игрушки, конечно, прикольно. Вот крокодил Гена, сколько у него там ценничек? Тоже непонятно. Ну, тысяч, я думаю, 5-6 точно. Не, ну здесь действительно классные. Это фарфоровые игрушки. Да не с ума сошли такие ценные. Фарфоровые. Мне нужна бумажная игрушка или салфеток. Сколько вам такая стоит? Я тебе могу подарить бесплатно. Хочешь? Ага. Ты сейчас подавай дальше эти, чтобы нас все страховали. Да. Ну здесь какие-то уже другие. Здесь такие подсоветские сделанные игрушечки. Тоже какие-то бумаги. В общем, друзья, вот такие игрушки. Я, конечно, бы себе щекунчика кого-нибудь прикупил. Выглядит прикольно. На елочку. Ну, наверное, твоя поездка сразу будет ее заканчивать. Да, да. Поездку закроем. Сразу купят одну игрушку и можно эту поездку сразу заканчивать. Все деньги Александр оставит здесь на игрушки. Поэтому не будем скупляться. Ладно, двигаемся. Зато в Крыму ты будешь упакован самыми лучшими столичными игрушками. Да, да. Нет, найдем крымское шампан. Крымское шампан. Посмотрим на него цены. Сколько стоит прямо на Красной площади купить настоящая крымское шампанское? Ну, мои предположения, ну, где-то, наверное, тысячи полторы будет стоить. Я думаю, что вообще будет дешево, как Крымов. Да. Где Галдыболь. Везде походу. Вот я нашел. Идем. Вот новый свет, ребятки. Это у нас шампанское. Ну, где-то 69 рублей. Как на учете считай. Нет, нам все эти сока. 600 чем-то вроде бы стоило. Такое. Ну, в принципе, позволить можно себе, живя в Москве, купить новосветское шампанское. Вот такие ценнички. До 1000 рублей. Недорого. Поэтому приходим на Красную площадь. Покупаем. Да, тебе нужно самое дорогое. На тебе уже вроде бы. А вы нас смотрите? Стойте, стойте. Не уходите. Расскажите нам. Кто вы? Эти москвичи походу тебя боятся. Дикарь приехал из Крыма. Москвичи не бойтесь меня. Ладно, мы идем смотреть. Белуга Эпикюр. Стоимость 580-3000 рублей, ребятки. И кто это си парни купил? Пока придешь свою машину продать и купить эту Белугу. Давай. Будет очень круто. Вот этот. На следующем стриме разыграем Белугу. Это. 183 рубля. Это будет реально крахов в империи. Пойдем посмотрим елочки. Вот так у каждого своя какая-то оригинальная идея. Своя оригинальная елка. Посмотрите. Вот это прям мне тоже очень понравилось. Что здесь все выполнили. Видите, возле нее осталось много людей. Все все делают фотографии. Вот такая здесь есть елочка. Ну это такая более-менее примитивная уже. Особо ничего не придумали. Здесь что у нас идет? Какие-то штучки. Это что бантики или что это? Можно разыграть один бантик с елочки. Да, это игрушка. Украдем разыграем ее. Друзья. Так, все. Снимаем бантик. Разыгрываем для подписчика. Игрушка из грума. Так, есть вот такая елка. Друзья, выбирайте лучшую. Голосуйте. Такая. Я вам, конечно, все показываюсь. Не путайтесь миллион елок. Покажу немножко и все. Вот елка с фотографиями. Можете себе так дома нарядить только с вашими фоточками. Будет прикольно. Это от Гуччи? Нет. Скоро забьют новогодние уже куранты. И начнется 2021 год. Но сейчас мы идем в парк Зарядье на этот подвесной мост, чтобы посмотреть шикарные виды. На Москву реку мы посмотрим. Интересно, еще ходят речные эти корабли? Теплоходы? Да я думаю, нет. Но хотя, кстати, лед на реке раскалывает. Раскалывает, да? Да, там ходит ледокола. Посмотрим. Как здесь? Тут по Москве ходят вот такие двухэтажные автобусы. Можно заказать экскурсию, прокатиться за 2 часа или 2 дня. Сколько там? Вы все, короче, видите, всю Москву. Ну, да, есть написано. Блин, кадр бы прикольный получился. Типа американские автобусы, Москва. Себья фото делала. Да. Как вон, да не автобус. Вот, друзья, я уже вижу. Впереди там все светится. Сейчас дойдем туда. Покажу вам. Там есть елка какая-то большая или нет? Нет, елки не было. Я не знаю, может уже появилось. Как друзья, куранты бьют. Уже не бьют. Ну, блин, вы слышали и надеялись это один раз. Нам не нужно фото, спасибо. Давай, ты уже снимай. У нас видеооператорская работа. Мы... Не, они платные, говорят. В общем, друзья, не ведитесь на такую хрень, когда вам присут фото за деньги. Смотрите, какая елочка. Вот эта, кстати, елка похожа на Ялкинскую, но только это живая. Или нет? Живая? Нет. Нет, не живая. Но чутка похожа на Ялкинскую. Да. Кстати, можем разыграть шарик, не хочешь? Снимай. Подписчиков. Да сейчас побежут здесь. Не бесплатно. Я еще хочу в Крыму ехать. В общем, друзья, вот такой шар разыграем, если ролик наберет 5000 лайков. Я туда снимаю, разыгрываем этот шарик на Сашином канале. Только для подписчиков. Красота. Это храм Василия Блаженова у нас на Красной площади. Снега, кстати, еще в Москве немного, передают на эти выходные снегопад. Вот единственный снег, который есть. Честно говоря, в Крыму и то больше снега, чем в Москве. Нет, просто его здесь постоянно очистят и вывозят, тем более в центре Москвы. Ладно, пойдем дальше. Можешь показать на ту сторону, наверное, камера твоя ничего не передаст, где идет кремлевская стена. Там снега намного больше. Сколько? 2 сантиметра? В Крыму больше. Идем дальше. Все, уезжаем в Крым. Да, нужно валить в Крым. В Крыму снег. Сегодня, кстати, там засыпало и Петры. Говорят, там полметра, что ли, снега выпало. В горах, конечно, там заваливают. Так, что у нас здесь? У нас такие, друзья, видите, фонари украшены. Они в виде бокалов шампанского. Ты не знала бы, да? Нет, не знал. Смотри, какая фото зона вон впереди. А сейчас найдем. 2021 год. Правда, цифры неправильно поставили. Это мост. Как мост называется? Не знаю. Я всегда пользуюсь этим навигатором. Когда снимаю ролик. И бывает не знаю каких-то названий. Это холодный. Не стоит даже телефон. Большой московский мост. Как, друзья, это большой московский мост. И, кстати, если этот ролик реально наберет 5000 магнитов. Мы бросаем поисковой магнит под Москву реку. И находим что-нибудь интересное. Там, наверное, только найдем пистолет. Либо не знаю какой-нибудь. Какой-то хренюшки. Там что-нибудь найдем. Как раз на Новый год немножко подобрем бюджет. Так, вот он. А что они неправильно поставили? Да нет, это с этой стороны обойти. Да там трасса уже начинается. В общем, вот такие в Москве инсталяны. В том году такой точно не было. Разноцветной. Представляешь, сколько денег специально? Для Москвы это копейки. Все подружался. Почему вы в Москве не живете? Вот, друзья, 2021 год. Фотозона. Люди здесь фоткаются. Ну, вот так. Вот так украсили фонарные столбы. Ну, это прикольное украшение. В живую смотрится много красивее, чем вот на камеру. И водится уже машина, которая вывозит нас в снег из центра Москвы. Не увозите снег, ребятки. И вот эти фонарные столбы так украшивают каждый год в виде бокала шампанского. Вот она Москва река. По ней ходят вот такие теплоходы. Можно тоже заказать прогулочку и просто прокатиться по Москве реке. Красота, конечно. Все вот так у нас подсвечивает. Самое главное вид с моста, если я вам покажу, посмотрите. Вот такой шикарный вид открывается у нас с парящего моста на завод, на трубы, с которых идет вот такой дым. Саша приехал, говорит, самый отвратительный воздух во всей России. Реально, друзья, дышать нечем. Просто приехал, это выхлопные газы особенно. Как же трасса идешь, не подышишь воздухом. Это вам не Ай-Петри в горах, когда свежий такой можжевельниковый воздух. Завтра едем, скорее. Блин, это реально скользко, слушай, упасть можно? Ну да, а потому что деревянные эти полы. Так, в общем, друзья, мы уже заходим на этот мост, вот он. Я помню, когда его тут только построили, так распиарили, такая крутая достопримечательность. Парящий мост над Москвой рекой. Сейчас посмотрим, что это на самом деле. Ну это парящий мост, он прям выходит над гладью Москва реки. Это тот же мост, только он доходит до середины и идет со смотровой площадкой. Точно, просто смотровая площадка. Да, смотровая площадка с классным видом на трубы. Сейчас покажу вам. Вот, друзья, конечно видок они сделали шикарный. Да ладно, здесь такая классная. Смотрите, дым прям на нас вот идет, садится. Этим воздухом мы дышим. Я в шоке, просто москвичи, как вы здесь живете. Покажись с левой стороны. Семь высоток, которые правят миром. Здесь живут самые масоны, иллюминаты. Они живут в этих высотках. Самые обеспеченные, либо москвичи здесь живут. Так, там наверху находятся звезды, которые вроде бы никогда еще не отключали. Один раз только было в истории. Не знаю даже. Я слышал такую историю. Ни разу не слышал, потому что я не место. Дымные занавесы просто. Нет, здесь на самом деле очень классный вид. Просто Саша не показывал, здесь офигенный вид на Кремль. Сейчас покажу красивый вид, друзья. Так, хорошо мой айфон не упал в Москву реку. Ну, Москва река, смотрите, выглядит очень красиво. Вот этот большой еще московский мост, как он называется, кремлевский. Большой мост. Неважно, какой-то мост. Вон он, Кремль, храм. Ну, конечно, вид отсюда красивый, что сказать. Но не во все стороны. Потому что, если мы посмотрели, не должны мост были сделать в эту сторону. Чтобы был вид сюда. А не вот выходит для центральную точку. Ой, здесь жутко скользко. Очень друзья, вот она, центральная точка. Конец смотровой. И вот такой у нас видок шикарный. Та-а-а-а. 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 Тебе в Москве че просто будет все ненавидеть. Такой, кажется, мне уже, да, легкий. Хороший вид просто взять и испортить. Это только можешь, что ты приехал по-своему. Смотрите, друзья, вид. Я что ли его испортил? Люда чипарящие трубы. Так где ты справа, слева показывай? Что ты показываешь? Площадка выходит прямо. Вот она прямо и подошел. Перед моим лицом открывается вид. Вот такой. Зашивись. Вот справа вид. Там красиво. Ничего не скажешь. И Москва-река. Смотри, какой личный корабль. Где бы она такой покатался. Там еще есть ресторан внутри. Плаваешь, смотришь на весь центр Москвы. Интересно, сколько стоит. Так как мы с ним пойдем. Здесь двойное такое стекло. Погли 500 до 1000. В общем, сейчас поближе его покажу вам, друзья. Это Москва в одном кадре называть. Попробуй заходить. Это все. Во. Все что вам нужно знать о Москве. Вот здесь сейчас изображено. Реально. Высотки. Москва-река. Теплоход. Теплоход. И. Экология. Вот она. Так он проходит прямо возле нас. Нужно вот такой поход купить и в Крыму перебросить, чтобы возить людей по морю зимой. В Ялте. Да было круто, да? Свой бы ресторанчик в Ялте. Прям на берегу. В таком. Я боюсь, что он сейчас просто айфон свалится в эту Москву реку. Давай. Вот такой видочек. Ладно, друзья, мы с вами перемещаемся в другую локацию. Возможно, найдем что-нибудь еще интересное и красивое. Друзья, приезжайте в Москву на новогодние праздники. Здесь самые лучшие виды. Вообще. Самые лучшие. Друзья, новый год встречайте дома либо в Крыму. Но точно не в Москве. Самая лучшая экология и самые лучшие виды это здесь. Ну да, мы все убедились в этом. Экологии дошли и до нас, до обычных людей. Посмотрите. Роботы уже начали заменять людей на их рабочих местах. Все смотрели фильм «Терминатор». Там начиналось все именно так же. И потом роботы начали убивать людей и захватили мир практически. Сейчас мы посмотрим, как работает данный робот. Это ранняя модель экспериментальная для обычных людей. Так. Который приготовит нам, как говорится, тут вкусный кофе. Выбираем. Новый выберем. Так. Шоколад. Я бы шоколадный. Давайте добавить срок. Пропустить. Так. Тут по одному нужно заказывать. Выбираем. Так. Оплата карты. Так. Снимай робот. Он зашевелился. Технологии. Так. Снимай как он. Сейчас он стаканчик возьми. Мы сломали робота, друзья. Операция одобрена. Еее. Так. Смотрим, что он будет делать. Пока это первая модель, видимо, она еще медленная. Не очень быстро работает. Скоро будет. Скоро будет. Будет такие модели продавать очки, наверное. Хотя будет конкуренция. Конкуренция будет. Он там набирает кофе. Так. Снимай. Так. Он ждет что-то, что говорите. Он сейчас его разольет. Смотрит капельки есть. Он сейчас еще может разбить наш горечка. Он, наверное, неаккуратный робот. У вас все. Аккуратно смотрим. Смотрим. В общем, Собянин. Или кто там ставит, а роботы, смотрите. Все разлито. Сними. Низ там. Да, вижу. Все. Дизлайк робота. Робот плохо работает. Так. Держи шоколад. Попробуй на вкус его. Сейчас. Держи. Стойте. Ну что, друзья. Перед вами самый лучший ценитель кофе. Ну что? Блин, сахара маловато. Сэкономили сахара, походу. В общем, роботы еще не умнее людей, насколько мы видим. Вкусно. Реально, с пакетика самый обычный горячий шоколад за 20 или 15 рублей. Наверное, вкуснее. И мы дали за него 140 или 180? 220 рублей. Нет, шоколад чем-то стоил? 140. 180. 180, да. 180 рублей за кофе, который реально намного хуже по качеству, чем в пакетике за 20 рублей. Так что, друзья, в парке зарядья у робота не берем кофе. Мы не рекомендуем. И он еще разлив его, вы сами видели. Так, ребятки, зарядья увольняйте нахрен роботы, ставьте живых людей. Нам нужно кофе с эмоциями, вкусный кофе. Не, ну эмоции у нас были как бы, ну кофе очень не дешевый для таких эмоций, ну ладно. Робота нужна электроэнергия. Так, ребята, пошел снег у нас в Москве. Сегодня передают, кстати, сегодня-завтра будет большой снегопад, что выпадет якобы 15 сантиметров снега. Не знаю, успею ли это зафиксировать, реально ли он выпадет. 12 ночи обещаю. Да. Ну все, мы-то так ждем снег и отправляемся с вами дальше гулять по ночной Москве. Так что не переходите. Друзья, погоня, копы едут за нами. Ребятки, к сожалению, на коптере полетать не получится, потому что вот такой знак стоит. У меня нет 50 тысяч рублей на полеты. Мои зрители узнали меня. Так, вы сами откуда? Ну, из Питера. Из Питера. Что делаете в Москве? Гуляем, работаем. Работаем, гуляем. Как вам вообще Москва новогодняя? Очень классно, очень здорово. Ходим, наслаждаемся атмосферой. В Крыму, говорю, в Питере или в Москве? В Москве, наверное. В Москве, понятно. Скажи, скажи. В Крым, да? Решили посмотреть, как там в Крыму. Смотрели вчера про Массандровский дворец. Как раз по Секлое ходили. А в Петре у нас там вышел видеоролик. Что смотрели? Снега больше, чем в Москве. Мы решили по новостям туда. Поэтому прилетайте к нам в Крым. Хорошо, обязательно. Вы пришли на улицу Никольску. Расскажи, чем ставится эта улица? Славится своими фонариками, классными иллюминациями. Постоянно здесь играют молитвы, которые Саша боится, что у него снимут за них монетизацию. Надеюсь, что нет. А так, в принципе, я не знаю, чем она славится. Наверное, здесь какие-то находятся храмы. Какую сторону мы пойдем? Мы пойдем прямо. Так, друзья, идем вверх. Смотрите, вот так украшена улица Никольская. В принципе, ничего не изменилось за те три года, когда ездил в Москву. Ее все время наружали вот в эти же фонарики, в эти гирлянды. Как видите, там реально играют молитвы, нужно подальше отойти. Томантизацию не сняли. Ну что, людей здесь не так много, как было. В позапрошлом вроде бы году. Реально мы здесь пройти не смогли. Здесь ограждения какие-то стояли. И мы в толпе тогда лезли. Сейчас наверное проходили эту улицу. Ты как просил снег, я тебе по заказу снег. Так, ребятки, снег по заказу. Я привез в Москву из Крыма снег. Москвичи, обязательно чтобы поддержали этот ролик. Вы понимаете, без снега сидели. Все здесь было плохо. Здесь плохой воздух, но здесь есть снег. И новогоднее настроение. И Александр Михайленко. Это самое главное. Так, друзья, идем. Ну что, детям здесь, конечно, весело. Они радуются, потому что везде эти гирлянды, елочки. Ну и взрослые тоже делают селфи. Фотографируются. Но, конечно, не хватает заснеженной этой улицы. Чтобы здесь лежал снег. И ее убирает или нет? Нет, здесь просто посыпают реагентами. Он тает сразу же. Вот здесь практически никогда не бывает. В общем, снега здесь нет. Плохо. Он просто, если будет замерзать, то сразу скользко становится. Так, мы сейчас идем к большому театру, я так понимаю, да? Сейчас идем к большому театру, чтобы показать, какие иллюминации поставили возле этого театра. И все, что дальше говорить, я не знаю. Не знаю. Большой театр – это самый большой театр. Это только я был. Большой театр – это самый большой театр в Москве. Так что, друзья, не переключайте. Смотрите, Александр Михаленко. Ужесть вся еще впереди. Вот так красиво светится гум. Друзья, идет снежочек у нас. Смотрите, настоящая зима. Пришла даже в Москву. Все, видите, идут, фотографируют. И мы с вами идем дальше. Здесь, как вот и в Судаке, на набережной играют на баяне на таком. Зарабатывает себе на хлеб. Ну, в принципе, людей я вам скажу много. Многие с масками. Много без масок. Вот, смотрите. Кто там говорил, что каждый должен ходить с маской? Не вижу такого. Я сам сейчас тоже, кстати, иду без нее. Вот так устраивают разные фотосессии. Даже с длинным цветом. Ничего себе. Привет. И вон он ЦУМ, он тоже оформлен как новогодний подарок. В принципе, все же эти инсталляции были в том году. Они не новые, и они не поменялись. Друзья, ну извините, не подготовился с инсталляциями. Напишу Собянину, чтобы он исправлялся. Потому что сказал, приехал Михаленко, сказал, что он недоволен. Инсталляции не меняются. Это факт. Эти инсталляции можно отправить просто, они уже старые, в Крым их отправить. В Крыму это будет, конечно, круто. Но для Москвы они уже не катят. Иди, ладно, с ним поближе и рассмотрим. Вот такие деревья, им реально уже по 100 лет, я думаю. Потому что таких я даже в Крыму уже много видел. Это уже не новинка. Я думаю, для Судака это было бы не то, что новинка. Да новые технологии были бы. Это да, для Судака. Потому что в Крыму... Скорее пешеход бежим. Мы опоздали от всей группы. Смотрите, сколько народу, ребятки. Быстрее! На, сейчас собьют! Ну все, мы выходим на площадь к большому театру. Здесь у нас сторон установлен такой огромный новогодний шар. Место притяжения туристов. Потому что все хотят себе отсюда новогодние фотографии. На фоне с большим театром. Кстати, где установлен самый большой шар такой? В Москве. Не в курсе? В ДНХ, потом... Ой, мужчина в ДНХ не были даже. Потом большой шар так же. Так, давай сюда пройдем этот шар. Есть на Поклонной горе. Мне кажется, они везде одинаковые. Где-то есть самый большой. На Поклонной горе. Так, ребятки, заходим. Здесь куча людей. Короче, нормальные селфи. Мы себе не сможем сделать. Но, видео снимем. Вот такие, в общем, инсталляции. Ну что сказать, красиво. Тут вот люди делают фотографии. Красота. Самое главное слово из Крыма. Красота. Так, так, музыка. Дальше не идем. В общем, вот такие ребятки инсталляции. Так, эта девушка поет это в живую. Пошли. Да, как оригинал. Конечно, в Москве красиво, что могу сказать. Но, если бы я здесь был бы первый раз в своей жизни, я бы там сильно впечатлился. Но, так как я эти инсталляции уже все видел, меня не особо впечатлило. В этом году мне очень понравился город Севастополь. Вот он меня прям впечатлил из всех городов крымских зимой, в которых я по дороге был. Не знаю. Я когда в этот город приехал 10 лет назад, меня этот город очень впечатлил. Как я первый раз в Москве, то это круто, да. Мне тогда было 20 лет. Я приехал еще студентом. И здесь реально очень было красиво, очень классно. Так, Россия изменилась за 10 лет или? Нет. Ничего не изменилось. Ну, тогда было 10 лет назад намного лучше, если честно. Ну, в плане бизнеса. Все. Заблокирует тебя. Нет, честно. Собянин там. Я знаю, какой был бизнес до 14 года и какой стал после. Стало хуже немножко. Вот так, друзья. Москва стало хуже. Все. Вон он все у нас на фоне. Конечно, он выглядит точно так же, но красиво. Вспомните, что здесь было в прошлом году, друзья. Вот здесь стояли много шикарнейших маленьких елочек. Все они были красиво наряжены. В этом году здесь, конечно, пустота. Только вот эта елка главная и все. Печально, конечно. Не прикольно. Теперь здесь гулять. Тут нету ярмарки. Раньше здесь была ярмарка. Было очень красиво, да. А я знаю. Здесь раньше стояли ярмарочные павильончики. Здесь продавали там разные шапки, перчатки, поделки, матрешки. Да, здесь были какие-то представления. Здесь были елки, еще раз повторюсь, красивые. Разные иллюминации были. В этом году, конечно, всего этого нет. Даже смотрите, где охотный ряд, всегда вот на этой территории тоже выставляли такой лес, елки. Было очень много. Сейчас вообще ни одной елочки там нету. Печально. Все. Москва дизлайк просто. Все. Мы в этом году не подготовились. Составляем петицию Собянину. Это все из-за коронавируса. Все из-за коронавируса. Все из-за коронавируса. Все деньги просто взяли, списали на маске и пожалели на иллюминации новогодних. Тебя точно депортируют из Москвы. Мне пофиг. Ты же москвич у нас коренной, почти. Ну да. Я такая понаехавший. Так, друзья, он уже все москвич, поэтому... Мне уже все равно. Ему все равно. Да то здесь плитка хорошая. Смотри, ворота сзади какие красивые. Так, мы еще пойдем на это или нет? На эти вот смотрите, кто здесь был в Москве зимой. Посмотрите, эти ворота помните? Тут было все. Вот эта территория даже под воротами. Было все украшено. Сейчас здесь вот такая... Мне кажется, все это прошлогоднее, потому что... Смотри, как прошлогодние фонарики, они более тускло горят. Да здесь прошлогодние, но все равно. Ну они как-то видишь, как выгоревшие уже. Нету в них цвета. Так, подожди, мы еще пойдем куда-то или нет снимать? Не знаю, но вряд ли уже. Этот ролик нужно заканчивать. Ну тогда, друзья, смотрим наш контент. Саня приехал из Крыма. Не знаю, на сколько ты приехал. На два дня. Ну опять, что-то недоваривает. Ну ладно. Ребятки, я на два дня в Крыму. Если смотрите этот видеоролик, я уже в Судаке где-то, купаюсь в море. Поэтому обязательно поддержите этот видеоролик. Я для вас буду снимать, постараюсь ежедневно выпускать новые видеоролики. Ну и все, ставим лайк, делимся в социальных сетях, зовем на канал своих друзей, потому что нас уже практически 100 тысяч человек. И все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok